Рано или поздно я бы взялся за поиски тайников Стрелка, именно этим я и займусь в этой серии. Также перед началом хотелось бы вам напомнить, что в моей группе во Вконтакте проходит новогодний конкурс с 20 призовыми местами, итоги которого я буду проводить 30 декабря. Если интересно, переходите в группу по ссылке в закрепленном комментарии и читайте закрепленную запись. Приятного просмотра! Здравствуйте! Итак, почему вчера не было видео? Дело в том, что я маленько чем-то траванулся, чувствовал себя плохо, только под вечером мне стало более-менее нормально, я там стрим запустил, но записывать видео я не мог, отвратительно себя чувствовал. Но я попытался-таки это сделать, сел, начал записывать, 16 минут записал, сходил до беспилотника, взял с него блок памяти, вернулся обратно, отдал, расшифровал, проснулся и получил, соответственно, координаты трех тайников. И что вы думаете? И я не стартанул запись вчера. То есть я стартанул запись голоса, но не стартанул запись в видео. И я это понял только спустя 16 минут, такой смотрю, типа, ясно. И у меня вообще вся мотивация пропала что-либо делать. Я и так из последних сил сел делать видео. Ну и все, я такой, ай, и пошел как бы дальше болеть. Так что, извиняюсь, видео вчера не было, но я думаю, все-таки причина уважительная. Да и голос у меня был вот такой, вот знаете, да никому не хочется с таким голосом все видео смотреть. Ну и, соответственно, я не могу перезагрузиться до беспилотника, потому что вот у меня... А, ну есть, у меня найден блок памяти. Ну что, давайте, не буду отгружаться, если честно, вообще не хочется. Все равно ничего такого не произошло. Сходил, вернулся, отдал, расшифровал, все, пожалуйста. И теперь мы можем с вами идти по всем тайникам стрелка. Что я вам и предлагаю сделать прямо сейчас. Начнем с цементного завода, наверное, потом сюда, туда и так далее, и тому подобное. Согласны? Думаю, согласны. Время по игре 18.50. Что я буду покупать, я не знаю на свои деньги. Я, короче, склоняюсь к Велесу. Почему? Объясняю. Потому что Велес от ученых я смогу получить только, когда куплю себе Севу. Сева стоит 60 тысяч рублей. У меня нет 60 тысяч рублей, и где их взять, я не знаю. Лучший вариант это взять Велес и ходить по аномалиям, забирая какие-то артефакты. Да, стоят они недорого, но в принципе, чего-то же они стоят. Как-то заработать с них все-таки можно. О, идут свободовцы. Один из них почему-то с пистолетом, видимо, потерял свою волыну или как. А второй с дрободаном. Вот он, цементный завод, уже виднеется на горизонте. Также мне говорили, что там одно из возможных мест спавна инструментов. Мы обязательно проверим. Опа, опа, там кабанчики. Очень много кабанчиков, за ними бегут тушканы. Что? Надеюсь, они в мою сторону не свернут, как это обычно бывает. Вон они побежали там куда-то. Надеюсь, они куда-нибудь в аномалию забегут. Да, кто-то забежал, кстати. Аномалия сработала. Идем дальше, но держу хвостро. Итак, первое возможное место спавна инструментов в этом здании. Вроде как тут должны быть инструменты для грубой работы. Тут же никого нет? Я один. Проверю сейчас досконально все комнаты. Если нет, то нет. Ну, сверху точно ничего. Значит, спускаемся ниже. Я, кстати, кушать захотел, но благо у меня присутствует хлебушек. Ясно, тушканчики. На улице еще, что ли, какое-то количество? Или мне показалось? Нет, скорее всего, все под землей. Не, реально, такое чувство, что на улице все-таки. Но вроде никого. Страшно. О, бежит. Еще минус две. Этого пять штук. Ну что, пойдем далее? Первым делом я обыщу эту комнату. И тут абсолютно ничего. Да ты что? Ну ладно, хотя бы будем знать, что тут инструментов нет. Отметем это место. О, свободосы сюда дошли. Прикинь. Пацаны, вы что-то долго. Давай, наверное, голод утолим у нашего бойца. Не зря я с собой одну бубочку таскаю. Тут надо вниз. Ух, ты там что-то блеснуло только что. Я прям вижу, как там что-то блестит. Это мертвая собака. Прикинь, заметил. Максимально осторожно. Тут химические аномалии. Еще и радиацию, наверное, хапну. Ого. Понял. Причем ее даже не видно было. Как хорошо, что я болт решил покидать. Иначе я бы так и пошел. Все, тут можно спокойно пройти. Что я и делаю. Сейвов мне, конечно же, давать не будут, что печально. Отлично. Первый синий ящик. В нем мы находим записульку. Призраку. Ну, в общем-то, да. Пока дополнения не будет, потому что его все ворует Сенька. Сеньку мы встретим возле последнего третьего. Слушай, наверное, я бы сделал так, чтобы Сенька был тут. То есть сходил бы во второй раз сюда, чтобы оттуда потом огромную кучу барахла обратно не нести. Или что думаете? Я думаю, что лучше будет все-таки сходить на Юпитер сейчас. Во второй раз. Обыскать тайник. Забрать документы, которые я не забрал. И потом все будет по красоте. Сейчас, так как Сейва никакого не было, мне надо аккуратно возвращаться на Янов. Сохраняться. Ну и в принципе все. А свободовцы залезли наверх. К сожалению, они не дают услуги проводника. Потому что иди сам. Я как бы могу забраться, посмотреть. Может все-таки дают. Кстати, кое-что хочу сказать. Мне приснилось, что я играл в Сталкер 2. Не шучу. Не спрашивайте меня, что там было, как там было. Я помню просто, что я играл. Только во сне в него поиграю. Ну и что, насчет одного дела. Нет, видишь, что как Сталкер по кличке Сорока. Проводники не работают. Ну и плюс ко всему тут же еще щепка будет, да? Но все-таки третий раз я намерен идти сюда. Так как это и ближе, и лучше. Если посмотреть в бинокль, то живности не наблюдаю. Значит пошли. Ясно, крысы загрелись. Одна вернее. Вон там еще кто-то идет. Эти кто-то, это Сталкеры. Все-таки приятно, когда рядом и вокруг ходят Сталкеры. Как-то безопаснее себя чувствуешь. Сохраняюсь. Ну и в принципе сразу могу уйти на Юпитер. Предварительно, конечно, закупив еды. Пару бутылок хлеба мне не помешает. Кое-как дохожу до КПП. Быстро делаю сохраночку. И далее. Я так понял, тут в каких местах можно сохраняться? О, начался выброс. Круто. Давай переждем пока маленько. Сделаем тут привал. Вот жаль, тут нельзя, значит, чайничек себе вскипятить на плитке. Подогреть консерву. И допустим, подогретая консерва, она сохраняет свои характеристики полчаса игрового времени. И дает хотя бы на одну единицу больше насыщенности. Хотя, с другой стороны, одна консерва и так полностью устанавливает красный голод. Но, тем не менее. Опять я начинаю мечтать о каких-то таких вещах. Не, ну почему? В некоторых модах подобное пытаются реализовать. И, в принципе, вполне себе даже в некоторых что-то получается. Где-то можно из мутантов что-то готовить. Где-то что-то еще. Ладно, давай переждем. Собаки. Да как? 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 Как они узнали, что я тут? Будет мне объяснение какое-то или нет? Они меня опять увидели сквозь текстуру. Еще бежит тварь. Ну да, как-то тварина узнала, что я тут. Ну че, 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 кто? Нападай, давай, давай. Прибежали ко мне вообще с другого края какого-то. Каким-то образом узнали, что я тут? Я шел без фонаря, спокойно шел. И на тебе. Ну иди, иди уже сюда. Ребен, прям знать. Или направлено бежит куда надо. Подлюка. Вот документ, который мне надо забрать. Не знаю, почему я не забрал их в прошлый раз. Но заберу сейчас. Блин, а мне будет сейф? Подбираем. Да, сейф есть. Отлично, это прям здорово. Ну и все, давай. Выжидаем. Или они сами ко мне не пойдут. Ага, все. Меня заметили. Ну и теперь все. Должны идти. Сам-то я, понятное дело, не полезу. Их человек шесть, наверное, да? Семь. Все с автоматами, экзоскелетники. И я. Такой дурачок с протектой. Опа! Опа! Это че было? Куда они так побежали? Как будто это сейчас настоящие игроки. Знаешь, себя повели. Типа они знают, что я тут мониторю. И такие. Опа! Плюс раненый. Перезаряжаю свой дур. Очень опасно ее сейчас перезаряжать. Но я рискнул. Так. Он даже не стонет. Но я его добью, потому что он может... Тихо, 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 тихо! Ты че, бродяга? Ох ты, он мне дал. Нихрена себе. Сколько по нему надо выпустить? Вы видели? Мне придется аптечку использовать, к сожалению. Ага, какую аптечку? У тебя нет аптечек. Понял. Аптечки полностью отсутствуют. Кстати, хпшка, как ни крути, потихоньку саморгенится. За это плюс. За это спасибо. Опа, 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 опа. Так. А теперь моя очередь. Охренеть, сколько по нему надо было выпустить. В общем, раз, два, три, четыре человека. Вроде еще кто-то должен быть. Ну и непонятно, все или не все? Давай обыщем, пожалуйста. Опять этот наемник по имени Труп. Я не могу с него. Он тут все время... Ооо! Научная аптечка. И я, походу, ее сразу сожру. Она мне сейчас очень кстати. Неужели хоть раз игра мне что-то вот такое подарила? Прям череп. Вроде как, ребята, в комментариях мне подтвердили, что это тот самый череп-долговец из сталкер-тече. Используем аптечку. Ну ладно, подожди, вдруг красная будет. Нет, красная не будет. Кощей. Так, а у них разве ни у кого не должно быть КПК? Что-то я не понял. Вроде должно, а вроде нет. Господи, как быстро мне хп восстановило. Вроде нижний этаж он тоже кто-то будет. И давай попробуем зарядить пулю. Ради интереса. Ей вроде можно на более дальние дистанции стрелять. Да, меня уже встречают. Вот их много, человека три. Упал один раненым. Добиваем. Еще одного. Ого. Ну ты гаденыш. Придется винт использовать. Опять они мне хп снесли очень сильно. Ё-моё, а. Только я потратил эту аптечку и в никуда. Все готов. И либо это все, либо там кто-то еще будет. Ну логичный, правда ли? Здрасте. Аккуратно проходим. Вроде никого. Тут я троих положил. Еще. А вот и черный со своим кпк. У него, кстати, пистолет хорошего состояния. Но ладно. Кпк черного. Забираем. Ой, какого классного состояния автомат. Смотри. Я его прям хочу себе забрать. Вот эту пушку разряжаем. Три патрона. С нее я разрядил. Маловато что-то. Хирург. Пока возьмем этот автомат, даже что-то можем зарядить сюда по патронам. 28 патронов. Вот это да. Оставляем. И вот это у нас есть дура. Все. Идем дальше. Тут точно никого нет? А то сейчас вылезет кто-нибудь из-под тяжка. Да вроде никого. Не, ну сейчас будет очень страшно в том плане, что тут собаки могут быть. Опа. Там уже кто-то в аномалию попал. Скорее всего это собачка. То есть опять я сталкиваюсь с тем, что я сейчас выполняю очень много работы. Но имею шанс откатиться. Если меня собака укусит. Да, собака попала в аномалию. Спасибо, Зона хоть чем-то ты мне помогла. Всю серию получается я сегодня буду ходить за тайником стрелка. Ну ребята, еще раз говорю. Тем, кто так напишет. А я думаю, такие люди найдутся. Там за всю серию ты прошел, там один квест, и то это не квест. Ребят, мод сложный. Любая ошибка мне стоит отгрузки довольно далеко. И все это заново переигрываюсь. И сложность не сбрасывается, когда я отгружаюсь. Все так же сложно. Все надо так же аккуратно отыгрывать, не попадать. Поэтому да, такая серия непродолжительная. Но это при условии, что я ее записываю долго. То есть там час, полтора часа. Вот несколько последних серий я около полутора часов записывал каждую. И там выходит 20 минут. 17 минут. Потому что много вот этой ходьбы. Вот смотрите с какой скоростью он ходит. Я теперь представлю, что я с этой скоростью иду отсюда до КПП. Вот до этой точки. Сколько мне придется так идти? А еще опасаясь каждого угла, что там собака будет. А если я бегу, уносливость кончается быстро. И мне опять приходится ждать, пока она восстановится. Да и бежит он не так уж и быстро, согласитесь. Поэтому да. Ладно. Я пришел к точке, где у нас тайник стрелка должен быть. Я надеюсь, он остался там, где он и в оригинале лежит. Тут, скорее всего, сейчас радиация будет жесткая. Но у меня есть интернат. Да, тут прям это. А ну, спускаемся. Аккуратно. Тут химия жесткая. Скорее всего, мне сейчас даже прыгать придется. Да нет, вроде бы тут можно пройти. Ага. А ну, все, да. Записулька тоже. Благо, что ничего нет. Опять-таки перегруз был бы жесткий. Ой. Как же стрёмно, ребят. Поднимаемся. И покидаем это место. Все, вот теперь надо просто дойти до КПП. То, о чем я только что говорил. Да, у нас есть сейв, когда я документы подобрал. Но если я не дай бог что, мне опять придется всех наемников перебивать. Короче, все все поняли. Идем обратно до КПП. Там сейвимся. Оттуда на Янов. Все сбагриваем, что не надо. С Янова идем до карьера. Где находим щепку и тайник стрелка последний. С покойным Сенькой. Представляете, я добежал практически. Никто мне по пути не встретился. Спокойно дотопал. Скучно, но дотопал. Еще и автомат себе вот такой отгрохал. Конечно, к нему у меня нет патронов ни черта. Кроме от этих 28, которые я быстро выстрелю. Да и мне кажется, дробовик все-таки тут профитнее всего. Килограммы тоже не позволяют два оружия сразу таскать. На перегрузе бегать все такое. И сейв. Все отлично. Плюс, скорее всего, сейчас в тайнике стрелка же будет его сгишка. Возможно, если там не какая-нибудь АКСУ будет. И тогда мне вот эта пушка вообще будет не нужна. Не знаю, зачем я ее тогда взял. Собака-кусака. И походу не одна, да? Да, там еще одна. Но они вроде лесом идут. Я тоже попробую отойти от них. Опа, стрельба жесткая. Ой-ой-ой-ой-ой, что там происходит? К этому мы еще вернемся. Мы же вообще сходим к ученым. А куда эта ваша охрана делась? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Потом им вроде новую охрану надо будет искать. Но я не знаю кого. У меня как вроде 8 консерв уже отложено. Для того, чтобы я метнулся к этим наймам. Отдал им консервы. И потом их, возможно, нанял. Но я не хочу их нанимать, честно. Либо долг, либо свободу найму для охраны. И, наверное, все-таки свободу. Чтобы мне никто не говорил, что люблю какую-то одну группировку. Да, вот и КПК отдал долгу. А еще наймешь долг. А может, ты сам долговец, а? Нет. Сделаем равновесие. Сохраняюсь. И, наверное, иду убирать оружие. Стой, оглушители я по сколько могу продать? У меня есть три оглушителя одинаковых. Один из них будет... Все, 50-40. Ты что, дурак? Что-то дешево как-то. Зато могу покупить прицел за 5 косариков. Глушитель за 1000 рублей. Тот же самый. Да, что-то не особо. Тут у меня вообще таких патронов нет. Вот теперь будут. Так, ну, в принципе, вот так выглядит моя снаряга. Водку можно убрать тоже. Чтобы меньше груза таскать. Хотя бы перегруза теперь нет. И вот мне интересно, сколько будет стоить пачка 5,56? Если я захочу играть с натовкой. Ну, вот интересно просто. Ну, все 150 будет 6000 стоить. Мм, да. Давай маленько починемся. 64 рубля, 662 рубля. Да. А по сути, я сегодня никакую награду не получаю. Я только хожу и выполняю то, что надо мне. Идем за щепкой. И у нас тут все равно, как сумасшедшая, кончается. Учитывая, что я не голодный. И учитывая, что я не на перегрузе. Так, щепка должен быть где-то тут, правильно? Только нам бы как тут еще и пройти аккуратно, чтобы не попасть в эти химические аномалии. У меня даже таблид улик нет, если что. Опа-опа, хп-шка-то уже убавляется. А, ну, я попробую пробежать. Ага, пробеги. На добра это не доведет. Ой, не доведет, ой, не доведет. Да не, вроде нормально, не ссы. Все хорошо, все под контролем. А где щепка? Не понял. Щепка? Он же тут должен был лежать, не? А, все слышу. Щепка, я тут. Держи аптечку. Нет, я найду его. Отомстить за щепку. Вот и все, подлюка, ты попался. Он что, помер? Щепка, ну как так? Помер, пацан. У него отклик есть. Кое-что по оружию, все разряжено, хлебушек и немножко патронов. Обидно. Теперь нужно как-то обратно, аккуратно пройти. Вроде вышел. Все здорово, все по красоте. Ну, подлюка. Сейчас мы разберемся с этой гадиной. Но при этом нам придется переходить, бежать, если мы хотим сообщить ребятам, а не кому-то из долга или свободы. Что довольно долго. Но мне все равно придется идти туда когда-нибудь, брать задание на компас у бороды. И этот самый компас, когда я ему отдам, я смогу подороже продавать ему артефакты. Так, вот тут надо запрыгнуть. Опа, нормально. Итак, мы с Сенькой клиентом за всегда рады. Пора похмелиться. Слышь, Сенька. А он вставает. Но он уже никогда не встанет, потому что он покойник. И что у нас тут есть? 120 патронов, 5.45. Вот это очень даже неплохо. Модуль памяти разблокированный. Ну и так помеучи кое-что. Забираем. Стоп, а у него не было автомата? Не было. А тут что у нас будет лежать? Калаш? Калаш! Ну да. А нам тут уже крышка рисовалась. Я еще и на перегрузе на 2 килограмма. Ну и что выкидывать? Выкидывать-то нечего, ребят. Ну может быть патроны 9.18. Потому что я не пользуюсь ими. Может быть водку, хотя я могу за нее выменить части, но... А, отлик, кстати. Он весит полкило. Еще что-то надо выкинуть. О, кстати, калаш. Вес ржавый. Зато патрончики к нему имеются какие-то. Водку придется выкидывать. Ой, я... А, я ее случайно выпил. Честно, я хотел выкинуть. Знаете, инстинкт сработал. И что? Ну еще один... Еще 100 грамм. Еще одну выбрасываем. Пусть тут лежит. Вы скажете, убрал бы в ящик. Ну все, я всех обыскал. Все забрал. Все на месте. С этим я теперь возвращаюсь на Янов. Ну а дальше вы все знаете. И, конечно, я по пути опять не цапну какую-то аномалию. В общем, положили вместо сги 5К стрелка. Калаш. Вот я и дома. А ну, расскажи. Как ты там артефакты на днях на муте? Рассказывай. Реально говорю. Расскажи о карьере. Его звали Щепка. Это мы еще посмотрим. Так, ну что. Сообщить Гонте. Вот так выглядит мое снаряжение на данный момент. Сейчас квест отомстить за Щепку. Достать еду для наемников. Также принести ломать мясо и колобок. Но вот мне надо вернуться. Купить Велес. Спросить за охрану. Пойти на локацию окрестности Затона. Вот тут перейду. Дойду сюда. Сохранюсь. Дам 8 еды. Потом выйду. Дойду до Соснодуба. Поищу там артефакты. После чего надо будет дойти до Скадовска. Там сообщить Гонте. Вообще план такой. А так пишите в комментарии. А я пойду за работу возьмусь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok